Я очень рад новой встрече с вами, благодарю вас за вашу верность. Тема сегодняшнего общения — как решить сложные проблемы. Я нашел слово в Пятой книге Библии, Второзаконии. Это первая глава, 17 стих. Тут написано «Дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его». Это инструкция, которую Моисей дал народу. Моисей был главой многочисленного народа, который нуждался в структуре. Бог открыл ему принцип делегации для структуры всех сфер. Тем не менее, самые сложные дела должны были доходить до него. Суть сегодняшнего послания в том, что безвыходные, неразрешимые ситуации, те, которые являются источником страданий, должны доходить до высшей инстанции, до царя царей, Господа господствующих, которые преклоняют ухо к вам, слышат воздыхание вашего сердца, любят вас и желают слышать ваш голос и принять вашу молитву. Некоторые говорят, «Я приношу Господу только очень тяжелые, сложные проблемы, но со всем остальным я сам разбираюсь». Однако Бог желает иметь постоянное отношение с каждым из нас. Он желает быть вовлеченным и вести нас даже в деталях. Тем не менее, необходимо, чтобы важные ситуации, влияющие на нашу дальнейшую жизнь, правильно доходили до Господа в молитве. Вот два момента, которые нам помогут. Во-первых, важно суметь отпустить то дело, которое близко вашему сердцу, волнует вас и, возможно, даже не дает вам спать по ночам. Сложные проблемы и ситуации должны быть отданы в руки Господу как свидетельство полного доверия Ему и уверенности в том, что Он позаботится обо всем. Мы должны быть уверены, что Бог возьмет контроль над ситуацией. Он способен это сделать. Он Бог наших безвыходных ситуаций. Когда мы, доверяясь Ему, все отдаем в Его руки, наша молитва поднимается к Нему. Бог знает, в какое время нужно вмешиваться. Он слышит, когда мы отпускаем и отдаем Ему то, что драгоценно для нас. Сам Бог позаботится обо всем. Ну, а во-вторых, важно уметь ждать и слышать. В 36-м псалме написано «Придай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень. Покорись Господу и надейся на Него». Я приведу вам лишь несколько примеров. Я когда-то был в тяжелой ситуации в плане взаимоотношений. Ситуация заставляла меня страдать и была для меня бременем. Конечно же, я отдал это Богу в молитве, так как хотел решить проблему. Мне казалось, что я делаю все правильно, но в какой-то момент я получил слово от Бога, и звучало оно так. «Прояви терпение». Вы скажете, что это обычное слово, но когда Бог подчеркивает какое-то действие и вдохновляет что-то делать, Он всегда дает силу исполнить это слово. Итак, я проявил терпение, и однажды проблема чудесным образом разрешилась сама собой. Однако я вынужден был сначала проходить нелегкую школу терпения, и в это время я переживал большие трудности. Бог вмешался в это сложное дело в свое время. Также вспоминаю другую ситуацию, когда мне необходимо было сформировать команду для определенного служения в церкви. Но я не мог никого найти. У нас в церкви проходила неделя молитвы, и мы на протяжении недели молились за множество нужд и за различных людей. В конце недели мы проводили хлебопреломление. Это был прекрасный обряд для завершения периода интенсивной молитвы. Во время проведения обряда наступил момент необыкновенной тишины. В этой тишине я услышал Божий голос, который сказал мне, «Теперь попроси то, что ты хочешь, и я дам тебе это». И я сказал, «Господь, мне нужна команда. Ты видишь, что я все попробовал, но не нашел людей, которые будут заниматься этим служением. Пожалуйста, дай мне команду!» Я хочу сказать вам, что прямо на следующий день люди подошли ко мне и попросились в команду. Всех, кого я в итоге пригласил служить в команде, согласились. Мне нужно было лишь только подождать и услышать Божий голос, который дал мне зеленый свет, чтобы я начал действовать в гармонии с ним. Вспоминаю также одного христианского бизнесмена, который торговал фруктами и овощами. Он размышлял о том, стоит ли вложить в инфраструктуру на несколько лет вперед. Он не знал, что делать, и поэтому он молился об этом. Однажды ему снялся сон, в котором он увидел капусту. Он продавал в том числе и капусту. Итак, во сне капуста была разрезана пополам. На следующий день он проснулся с этим изображением, которое было дано ему во сне, и сделал вывод, что ему следует быть осторожным, так как производство будет разделено пополам. Действительно, пришлось отложить планы по инфраструктуре, поскольку были совершенно неожиданные плохие погодные условия, которые очень сильно снизили уровень производства и, конечно же, уровень прибыли. Итак, это было указанием от Господа касательно очень сложного вопроса. Приведу вам еще последний пример из моей жизни. В результате болезни одного из наших детей мы с женой стали молиться очень усердно. Мы на протяжении определенного времени проводили все вечера в посте и молитвах. Мы очень хотели посвятить это время молитве. Невероятно то, что через какое-то время решение проблемы пришло, и ребенок получил исцеление. Мы обрели необыкновенный мир и силу, потому что мы, как муж и жена, в единстве отдали это дело Богу. Мы вместе пережили силу молитвы в ситуации, с которой мы сами разобраться не могли, но которую увидел наш Бог. Итак, мои дорогие друзья, доверьте свои дела в руки высшей инстанции, и будьте уверены, что Он позаботится о вас. Он исполнит ваше прошение. Будьте в общении с Ним, развивайте это общение, и вы увидите, как Бог вмешивается ко благу. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok